МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас этот ангар, традиционное место хранения авиационной техники, стал центром международных сборов парашютистов. Здесь происходит укладка парашютов, регистрация на прыжки и разбор каждого вылета. Теперь Харьковский аэроклуб – это кузница рекордов, шутят на аэродроме. И не зря. За четыре дня здесь зафиксировано четыре международных достижения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 42 страны, представители со всей планеты. И сразу несколько подряд проектов, собравших мировую элиту парашютного спорта в Харькове. Аэроклуб и Федерация парашютного спорта Украины готовилась к этому мероприятию три года. Мы начинали работать с самолетами Ан-72 с Национальной гвардии в 2016-2017 году. И планировали работать с двумя самолетами Ан-72 на мировом рекорде 120 Вей в 2018 году. Для специалистов это очень важный параметр, когда с одного самолета может десантироваться в сжатые очень секунды. Буквально выброска, например, самолета Ан-72 занимает до пяти секунд. Идея была проведения ярчайших международных событий на базе Харьковского аэроклуба. Идея была в том, что в этом во всем принимают участие парашютисты, которые являются лучшими в мире, и самолеты, которые тоже являются лучшими в мире. Но произошло так, как произошло. Мы получили отказ от Национальной гвардии о использовании Ан-72. Бессонные ночи, нервное перенапряжение среди организаторов, паника среди участников, забронированные номера, купленные авиабилеты – и все может быть сорвано. За несколько недель до обозначенных дат становится очевидно – рекорда 120 не будет. Под угрозой – престиж страны. Для Украины это первый опыт проведения массовых международных мероприятий с заявкой на мировой рекорд. Ударить берясь лицом нельзя. В положение входят на ГП «Антонов» и авиакомпания «Авиасоюз», предоставляя альтернативную технику. Я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Всего аэродрома, всех ребят. Большие формации – это один из удивительнейших видов групповой акробатики, где много эмоций, много людей, много красок и много победы. Однако два самолета Ан-28 и один Л-410 могут поднять в небо только половину от заявленных участников. Но большие формации в парашютном спорте тем и хороши, что в них возможны различные комбинации. И здесь время вступить в игру самим женщинам на крыльях. Пятеро именитых парашютисток, пять подруг, капитаны, организовавшие не один рекорд, принимают решение. Поднимать мировую планку будут на основе предыдущего рекорда, установленного пока в прошлом году в Нидерландах – 56 В и 3 фигуры. Мы решили создать две абсолютно одинаковые группы. Мы взяли список и разделили его пополам. Потом мы выбрали тренеров для каждой группы. Я была в одной, мои коллеги в другой. Мы прыгали, смотрели видео. Мы просыпались в 2 часа ночи, смотрели и выбирали 57 человек для первого мирового рекорда. Кейт Купер Дженсен – Дания, самая опытная парашютистка мира, 40 лет практики скайдайвинга и огромная проделанная работа по продвижению женщин в парашютном спорте. Вместе с ней творят историю опытнейшие коллеги, организаторы ряда мировых рекордов. Лиза Нэнсен из Норвегии, Марлю Швардхоф из Голландии, Лесли Гейл из Великобритании, а также организатор крупнейшего женского рекорда мира при участии 101-го спортсмена Аля Веселова. Первые два дня – тренировочные прыжки. Самолет Л-410 десантирует парашютистов в боковую дверь. В рекордных попытках он ведущий, идет во взлет первым. Из него осуществляется выброска базы. Это основа большой формации, к которой впоследствии присоединяются сектора. Необходимую высоту набирает минут за 15. И за 4-5 секунд на скорости около 170 км в час происходит отделение парашютистов. Полет тремя бортами, которые мы сейчас выполняем, это довольно сложные упражнения. Нужно держать минимальное расстояние между самолетами, для того, чтобы парашютисты максимально близко и быстро могли собрать эту формацию. Также сложностью этих полетов и прыжков является система сигналов и взаимодействия экипажей и парашютистов, для того, чтобы это все происходило максимально одновременно. Потому что если один борт покинет на несколько секунд свой самолет раньше, то ничего не получится. Такие моменты были и в наших тренировках. Всегда самая сложная часть – это собрать первую фигуру, первую формацию. Собрать всех вместе – это самая продолжительная часть. И перестроение означает – девушки делают три разных формации в небе. Они покидают три самолета, встречаются в свободном падении, собирают формацию. Затем Лиза дает знак, когда она собрана. Они перемещаются, получается следующая фигура и делают это еще раз. 1 августа. 57 парашютисток из 19 стран в воздухе. Полторы минуты свободного падения и первый успех. Я чувствую себя невероятно. Поначалу качала. Потом, я думаю, было все хорошо. Я выходила в первой группе. Моя задача – выйти задом. Примерно вот так. И я подлетаю в саму формацию. Вы, девчонки, чувствуете, что это рекорд? Это еще не официально. Мы немного практиковались сегодня. На этой неделе у меня около 14 прыжков. У нас одинаковое количество прыжков на этой неделе. Я была в том самолете, Ан-28. Мы были на высоте около 17 тысяч футов. У нас был кислород. Мы начинаем его использовать на высоте около 3-4 тысяч метров. Я думаю, мы будем пробовать еще. Да, 60 человек и три разных формации. В первом же прыжке следующего дня с добавлением трех участниц собирается фигура 60 вэй. Работа в свободном падении, два перестроения и, как результат, три созданные в воздухе большие формации. Изменения участниц. Второй прыжок. Дубль. Третий. Все повторяется. Женщинам на крыльях сопутствует удача. Я думаю, что это редкость. Это да, это почти фантастика. Особенность спорта больших формаций – с земли увидеть фигуру может только очень зоркий. А чтобы оценить прыжок, судьи разбирают видео. В каждом самолете, кроме участников фигуры, обязательно присутствует воздушный оператор. Судьи во время судейства, они должны оценить правильность всех захватов группы. Если это 60 человек, это примерно 120 захватов. Оценить перестроение. 35% – это общего количества спортсменов. Не менее 35% – должно участвовать в измененной формации. По регламенту парашютной комиссии ФАИ-АйПиСи, в один день возможно установление нескольких одинаковых рекордов с разным составом участников. Никогда такого не было. Никогда. Мы сделали 4 рекорда подряд. 4 рекорда за 4 прыжка. Никогда. Ни у мужчин, ни группами. Только женщины. В парашютном спорте у нас как-то все едины. У нас все так, знаете, друг друга мы всегда поддерживаем. Среди 87 парашютисток, которые стали рекордсменками на аэродроме «Коротич», представители 29 стран. В их числе 5 украинок. Ольга Бондарчук, Катерина Логинова, Антонина Яковлева, Юлия Максименко, Виктория Арсан. Для того, чтобы попасть в рекорд, нужно очень много-много тренироваться, прыгать, заниматься, приезжать на все сборы, участвовать во всех соревнованиях. Нужно очень хотеть, любить парашютный спорт. Это образ жизни. Поддержку женских рекордов был проведен отличный международный айвент. Мужчины поддерживали женщин, выполняя дружественные прыжки из двух самолетов Ан-28. Всего же аэродром «Коротич» за 10 дней посетили представители 42 стран. Ребята, которые прыгают, это не просто спортсмены. Это все люди, которые занимают достаточно значительное положение в своих странах. Многие в авиационном мире. В поддержку международных проектов выступают воздушные силы Украины, предоставив для десантирования военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26. Но сердца иностранцев покоряет пилотажная группа Харьковского аэроклуба, которая на реактивных L-29 «Дельфин» выполняет тренировки к ежегодному авиафестивалю. Зарубежные гости не упускают возможности почувствовать на себе сильные перегрузки и стать участниками фигур сложного и высшего пилотажа. Круто! Абсолютно крутой полет! Очень понравилось! Очень! Красивый закат, скорость, три самолета. Абсолютный восторг! Понравилось! Это «Милка» – скайдайвер с багажом в 24 тысячи прыжков. В парашютном мире его боготворят. Это опытнейший спортсмен, участник британской парашютной команды «Бритиш-4-Вэй» и «Бритиш-8-Вэй». Капитан и организатор множества мировых рекордов и международных сборов. Дублер оскароносных актеров в сложнейших трюках. Лететь с ним в одной формации – большая честь для парашютистов. И этим летом он здесь, в Харькове, участвует в сборах на аэродроме «Коротнич». Было проведено мероприятие «Секвеншин Геймс». Это лучший из лучших в мире парашютистов. Это основа всех мировых рекордов под руководством трех ведущих мировых капитанов. Дитера Кирша, Патрика Пас и Милка провели здесь две, я думаю, ярчайшие тренировки в своей жизни. Они ставят перед собой те задачи, которые я до сих пор считаю невыполнимыми. Из 60 человек они строили ромб все ногами к центру. То есть ромб аутсайд, даймонд аутсайд. Такого еще вообще не было в истории парашютного спорта. У нас было больше ста участников со всего мира. Около 20 национальностей здесь. Некоторые с минимумом прыжков около 500. У некоторых по 30 тысяч прыжков с огромным опытом. И это красивая страна. Мне нравится быть в Украине. Самолеты классные, погода хорошая, люди приветливые. Мне нравится это. Сложнейшие тренировки состоялись. Крайний завершающий серий международных парашютных сборов в Харькове в этом году «Бигвейкэмп» проводится с 20 по 23 августа. Это этап для тех, кто мечтает попасть в команду лучших из лучших и грезит мировыми рекордами. Люди получат серьезные тренировки. И любые дальнейшие мировые события, которые будут проходить в этом году еще в Соединенных Штатах Америки. И все те ребята, которые находятся у нас, будут там все. Практически без исключения. И эти тренировки им дадут возможность там установить рекорды 222, может быть больше. То есть все это идет в копилку мирового спорта. Трудности закаляют. И в Харьковском аэроклубе задались целью – собрать в следующем году на аэродроме «Коротич» представителей еще большего количества стран. И таки установить рекорд при участии 120 парашютистов. Победа в воздухе куется на земле. Субтитры создавал DimaTorzok